Сегодня у нас в гостях Зарема Тен, руководитель Центра медицинской профилактики общественного здоровья Видновской клинической больницы. И наша встреча посвящена Всемирному дню борьбы с курением. Зарема, здравствуйте. Рада снова видеть вас в нашей студии. Расскажите, есть ли какая-то статистика в нашей стране о людях, подверженных этой вредной привычке? Да, безусловно. Это очень важная тема. И подсчет тот или иной пациентов, которые, граждан, которые курят или употребляют табак, ведется регулярно, каждый год. Во всем мире вообще, в принципе, давно уже борются с этой проблемой и ведут обязательно статистические данные. Вот если на весь мир это 1,3 миллиарда человек, то есть просто вдуматься надо, у нас всего 8, и 1,3 из этих людей, и они курильщики. Получается, на конец 23-го года, начало 24-го, это 22,4 миллиона человек. Если сравнить, допустим, со статистикой 5 лет назад, есть тенденция к снижению. Мы считаем людей, которые конкретно указывают, что они употребляют табачную продукцию. К сожалению, большинство людей, которые употребляют электронные сигареты или электронные кальяны, они не считают это курением. И то есть они приходят даже элементарно на тот же осмотр, диспансеризацию к врачу, и там есть всегда в анкете вопрос, курите ли вы? Они всегда пишут нет. И мы понимаем, что человек, как бы, да, он сигареты не курит, но он выбрал альтернативу для них. В целом для организма это совершенно не лучшая альтернатива. Не так давно, буквально, вот, мне кажется, год назад, наша коллега, заведующая отделением профилактики города Видное, Лариса Владимировна Соловьева, выступала для телеканала Вести. Мы выпускали репортаж о том, как одна из пациентов проходила полное медицинское обследование, в том числе и легочной системы, потому что она употребляла с 18 лет электронные сигареты и электронный кальян. И вот мы, наверное, не сильно были удивлены, а вот девушка, которая проходила это обследование, она, конечно, была удивлена, когда ей сообщили, что на таком обследовании, как спираметрия, это где измеряется функция внешнего дыхания, это когда мы узнаем, насколько легкие у пациента выполняют свою полноценную функцию, то есть какой объем воздуха, нормальный ли он циркулирует. Вот есть различные показатели. И что выяснилось? Получилось так, что у девушки легкие, как будто вот она, ну так, лет 10 уже курит обычные табачные изделия. То есть к какому выводу мы приходим? То, что, ну, хоть и говорят, что как бы Айкос – это более безвредная вещь, или что электронные кальяны, они не несут никакого вреда, это там происки конкурентов, которые выпускают табачные изделия, это вовсе не так. То есть мне, как медику, прям вот 100% понятно, что все-таки вред от этого есть. А для окружающих электронные сигареты также вредны, как обычные? Если мы говорим о пассивном курении, ну, если это замкнутое пространство, закрытое, то да, в любом случае тот, кто находится рядом, он подвержен пассивному курению. Он вдыхает вот эти вот пары. И, кстати, вот на чем основана, да, вот эта вот якобы безопасность Айкос и других сигарет, что они не производят дыма. То есть это внутреннее сгорание, которое потребляет только тот, кто потребляет. Безусловно, может быть, за счет того, что сильного задымления нет, окружающие не сильно страдают, но конкретно сам человек страдает. Если мы говорим именно о пассивном курении, то да, обычные сигареты для внешних, те, кто окружает людей, они, конечно, вреднее. По статистике, люди, которые курят и которые имеют хроническое заболевание, оно у них протекает хуже в 4 раза. Пациенты не доживают 5 лет жизни. Ну, то есть ты куришь 10 лет, и тем самым ты ограничиваешь свою жизнь на 5 лет. То есть это при условии, что у тебя есть, конечно, какое-то хроническое заболевание, но если ты не имеешь его, то же самое повреждается легочная ткань, повреждается эндотелий сосудов. Ты не просто не болеешь и куришь, ты куришь и приводишь себя к этому состоянию. Если у некурящего возможность более позднего заболевания, то у курильщика она приближается. Любой курящий, ну, конечно, усиливает свое заболевание в разы. Если мы говорим с точки зрения влияния никотина и никотиносодержащих продуктов на женский организм, то тут, к сожалению, страдает репродуктивная система, и еще очень серьезно страдает наша красота. То есть это влияние на кожу, потому что токсины, потому что идет гипоксия, нарушение оксигенации организма, влияние на волосы, они становятся более тусклые, они быстрее выпадают. Зарема, а вообще какие-то проводятся мероприятия, не только приуроченные ко дню борьбы с курением, но и в течение, наверное, всего года? Да, конечно. У нас касаемо именно профилактики курения очень много различных направлений. Мы работаем и с школьниками, мы работаем с учащимися колледжей, с сотрудниками других организаций, с внутренними сотрудниками. То есть у нас есть корпоративная программа, которая позволяет нам проводить встречи с участием психологов, внутренних сотрудников, ну, так сказать, уговаривать их вести более правильный образ жизни. То же самое с пациентами. У нас есть, работают психологи. Если вдруг кто-то решил бросить курить, а это ведь не так просто на самом деле, пока сам человек вот 100% для себя не решит, он не бросит курить. Если кого-то что-то беспокоит, он может обратиться за медицинской помощью и сказать, я хочу курить, бросить курить. Я хочу... Вот помогите мне, мы поможем. Спасибо большое за информацию, Зарема. А я напоминаю, что у нас в гостях была Зарема Тен, руководитель Центра медицинской профилактики общественного здоровья Виндовской клинической больницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова